Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Светлана Кудрявцева. Итак, коротко о главном. Изношенные коммунальные сети, капремонт в жилых домах, замены лифтов. Главные проблемы ЖКХ регионов Приволжского федерального округа обсудили на Совете по развитию местного самоуправления. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства школы на пятой просеке и детский сад на Подшипниковой. На каком этапе работы? Годы работы под грифом секретно, но сейчас можно приоткрыть завесу тайны. Сотрудники РКЦ «Прогресс» рассказали, как удавалось организовывать непрерывность поставок комплектующих для самарских ракет. В городе начался аварийный ямочный ремонт. Какие улицы приводят в порядок? Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. В совещании приняли участие представители федеральных структур и крупнейших муниципалитетов регионов ПФО, а также лидеры всероссийских организаций по развитию местного самоуправления. Участники заседания обсудили предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в нашем сюжете. Необходимо выработать положительные практики, позволяющие улучшить жизнь граждан и наполнить новые положения Конституции России практическим содержанием. Об этом заявил приволжский полпред Игорь Комаров, открывая заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Оно состоялось в режиме видеоконференции. Рабочие группы подготовили более 70 инициатив и большую часть одобрили в профильных министерствах Совета Федерации и Госдуме. В том числе поддержку получили и самарские инициативы по улучшению сферы ЖКХ. Представительное было совещание, но я как член рабочей группы принимал участие в подготовке этих вопросов. В Самаре предложение принимают нам по поводу увеличения уставного капитала управляющих компаний. Приняты предложения по внесению залогового обеспечения, когда идет управляющая компания по управлять жилищным фондом. Упростить порядок лишения лицензии управляющих компаний. Не просто в данной ситуации бегать по судам, доказывать, что они плохо работают, а именно упростить порядок и пальма перенеси должна принадлежать гражданам, а собственникам. Как отметили на совещании, в 2020 году в ПФО капитально отремонтировали почти 11,5 тысяч многоквартирных домов, благоустроили более 3 тысяч общественных и дворовых территорий. Однако до сих пор главной проблемой во всех крупнейших городах округа остается сильный износ коммунальных сетей в среднем почти 70%. На их восстановление, по оценкам Минстроя России, требуется около 4 триллионов рублей. На совещании предложили предусмотреть дополнительные бюджетные деньги на реконструкцию изношенной инфраструктуры в рамках действующих нацпроектов, в том числе синхронизировать направление с федеральным проектом формирования комфортной городской среды, а также активнее привлекать средства частных инвесторов. За последние 5 лет 731 объект ЖКХ передали для модернизации в концессию. Самарская область также имеет положительный опыт в этой сфере. Самарская область выглядит совсем неплохо в одних вопросах. В части, например, касающихся заключения конституционных соглашений у нас есть удачные примеры. Но в то же время, если брать и Самарскую область, и Приволжский федеральный округ в целом, этих конституционных соглашений пока явно недостаточно. Отрадно, что Самарская область входит в тройку регионов, в которых достаточно серьезным является субсидирование расходов фонда капитального ремонта со стороны регионального бюджета. Как выяснилось, не все регионы Приволжского федерального округа используют такой формат. Поэтому в целом я позицию Самарской области оценил высоко. Все предложения и инициативы от муниципалитетов рассмотрят и разработают единую федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Подвал и стены готовы. Завершается возведение первого этажа. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства второго корпуса школы на пятой просеке в Октябрьском районе города. Здание рассчитано на 850 мест и должно быть введено в эксплуатацию до конца года. Также до конца 2021-го будет готов и новый детский сад на улице Подшипниковой. Все подробности далее. Трехэтажное здание на пятой просеке практически готово принимать учеников. Это первый корпус новой школы на 600 мест в Октябрьском районе Самары. В эксплуатацию его ввели еще в конце прошлого года. Сейчас завозят мебель и спортивный инвентарь. Как оснащают школу, проверила глава Самары Елена Лапушкина. С апреля здесь откроются кружки и секции. Начнутся занятия по дополнительному образованию. Для этого есть все необходимое. Большой актовый зал, яркая столовая и спортзал с настоящим скалодромом. Вот сейчас проверили до оснащения, которого не было раньше. Вы сами видели, какие прекрасные спортивные залы, как оформляется у нас сцена, как у нас оформляется актовый зал. Поступила мебель окончательно уже в столовой, поступила мебель окончательно во все кабинеты. Мне кажется, школа получается просто изумительной. А тем временем по соседству возводят второй корпус этой школы. Он рассчитан на 850 мест. По проекту здание состоит из пяти блоков. В трех из них залили плиты перекрытия первого этажа. То есть фактически первый этаж готов. А в двух других блоках завершаются работы по возведению стен подвала. Этот корпус, включающий в себя и детский сад, возводят по нацпроекту образования. Ввести в эксплуатацию его должны до конца этого года. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Раньше здесь был садик ведомственный от Минобороны, но теперь на этом месте возводят абсолютно новое здание. Дошкольное учреждение возводят по нацпроекту «Демография». Технологически здание разделено на две части. По первой части уже сегодня началась укладка плит перекрытия первого этажа. И с последующих дней начнется возведение стен уже второго завершающего этажа этого здания. По второй части сегодня завершаются работы по возведению стен фундамента. И уже также началась укладка плит перекрытия подвала. Новый детский сад будет рассчитан на 112 мест, 20 из которых ясельные. Работы на стройплощадке не останавливаются даже в сильные морозы, поэтому все сроки соблюдаются. Дошкольные учреждения тоже введут в эксплуатацию до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего в регионе привились уже 127 тысяч человек. В том числе зампредседателя правительства Александр Фетисов и министр здравоохранения региона Армен Бинян. Мария Елчан продолжит тему. Вакцинация от коронавируса проводится добровольно и бесплатно. Если прививку от COVID сделают 60% населения, это поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить эпидемию. Свою лепту в этот процесс сегодня внес заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он пришел в прививочный пункт, чтобы пройти первый этап вакцинации. Для меня на самом деле этот шаг – это шаг ответственности. Ответственности не только перед собой за свое здоровье, а перед окружающим, перед своей семьей, перед коллегами по работе. И я посчитал для себя важным и необходимым сделать прививку. О здоровье своем, своих близких и коллег позаботился и министр здравоохранения. Самарской области Армен Бинян. Полгода назад он перенес COVID и не понаслышке знает, насколько коварен вирус и как важно себя от него защитить. Медики напоминают, через некоторое время после перенесенной болезни антитела исчезают, и человек рискует заболеть коронавирусом вновь. Поэтому лучше привиться. Прививка показана лицам от 18 лет, не страдающих острыми в этот момент заболеваниями, не страдающими острыми инфекционными заболеваниями в этот период, и не страдающими злокачественными заболеваниями в период прохождения специального лечения хирургического, химиотерапевтического, лучевого. В Самарской области привились уже более 125 тысяч человек. Из них свыше 78 тысяч получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. При этом более половины привитых – это люди старше 60 лет, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Вакцинация проходит в два этапа. Два этапа – это для лучшей выработки иммунистета. Там входят определенные частички вируса, вот этого коронавируса неживого, которые формируют определенные виды иммунистета. И чтобы иммунистет был дольше и устойчивее – вот это два этапа. Записаться на прививку можно дистанционно. По телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию». Баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас пригласят на процедуру. Мэри Елчан, События. В Самарском областном кардиологическом диспансере начал работать единый колл-центр. Он сможет принимать до 35 тысяч звонков в месяц. Операторы колл-центра не только ведут предварительную запись на консультации и исследования, но и проводят мониторинг состояния пациентов после оказания высокотехнологичной медицинской помощи спустя 6 и 12 месяцев. Для того, чтобы выявить возникшие во время реабилитации проблемы. В среднем в месяц сделают 300 таких звонков. При необходимости также проводится перезапись пациентов на предварительно согласованные даты. А тем временем в Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. Где сейчас устраняют ямы и какой план нужно выполнить в ближайшее время, узнал Сергей Кизоркин. Старый асфальт отправляется на переработку. На его место рабочие кладут новые. Была яма, стала комфортной для движения покрытия. Гаражную улицу должны привести в порядок до конца дня. Это 300 квадратных метров. От Авроры до Революционной. Ямам нужно придать правильные геометрические формы. Очистить от воды и грязи, затем залить новым асфальтом. Делаем карты, стараемся делать их более большими, чтобы чем больше площадь ямочного ремонта, тем лучше держится эта самая летая смесь. Мы стараемся обгородить эти ямы в данный момент, чтобы, конечно, это безопасное дорожное движение все-таки. И как бы оградить людей и сам участок работы, чтобы, конечно, он затвердел, а был более углубленный и в лучшей форме он сохранился. 20 минут, после чего могут машины по ней эксплуатироваться, ездить. Дорожные рабочие отмечают, автомобилисты с пониманием относятся к необходимости ремонта и резких маневров не совершают. Иначе, если транспорт проедет до застывания смеси, она просто выдавится из карты. И придется все делать заново. В первом квартале по плану аварийно-ямочного ремонта нужно заделать ямы и выбоины на площади более 11 тысяч квадратных метров. На сегодня сделали около 30% от намеченного. Работы ведутся круглосуточно. Задействовано 5 мобильных установок. За сутки получается залатать порядка 500 квадратных метров дорожных дефектов. Асфальт с заводов Преображенки приходит к качественной и нужной температуре, которая может составлять 230 градусов. Она поддерживается в Кохере. Термосбункер для литого асфальта оснащен системой перемешивания, подогрева и контроля. При работе вся жидкость из заливаемой карты выпаривается из-за разницы температур материала и дороги. Проверяет качество асфальта и соблюдение выполнения технологии муниципальное предприятие, дорожное хозяйство. Пока нареканий работа подрядчиков не вызывает. С данной участки по каждой яме, по каждой участке ремонта разрабатывается исполнительная схема и контролируется в течение гарантийного срока. В случае, если кусок разрушается или вылетает, то очная заплатка восстанавливается подрядчиком уже за свои деньги. Автолюбители голосуют за ремонт дорог в любом его виде, начиная от аварийно-ямочного до капитального по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Желательно более оперативно подходить к этому вопросу и устранять их, дабы избежать аварийной ситуации. В идеале, конечно, ремонт дороги, но если не позволяет там бюджет или еще что-то, то на первое время, конечно, лучше заделать хотя бы заплатки сделать. Кроме улицы Гаражная, отремонтируют сегодня улицы Вольская, Алматинская, Революционная, проспект Кирова и Южное шоссе. До конца недели обновят дороги в Куйбышевском районе Самары и улицу Промышленности. Подходят к концу работы на Ракетовском шоссе. Особое внимание уделяют путепроводам. Мониторинг непрерывный, поскольку при частой смене погоды с оттепелей на заморозке могут появляться новые разрушения. Службы благоустройства реагируют оперативно. При необходимости на участки и дорожные рабочие готовы выйти повторно. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения самарского купца Константина Головкина. Меценат, краевед, спортсмен и художник. Яркая личность, которая оставила заметный след в истории не только Самарской губернии, но и всего мира. Его имя знали за пределами страны. Как в Самаре планируют отметить юбилейную дату, расскажет Мария Левина. Известный меценат, краевед, спортсмен и художник. Его называли человек-оркестр. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения самарского купца, легенды о котором выходили за рамки губернии Константину Головкину. Взять хотя бы его знаменитую дачу со слонами. Это знаковое место для жителей Самары и памятник архитектуры федерального значения. Уникальная усадьба, выполненная в стиле модерн, обрамленная панорамными окнами и двумя большими скульптурами слонов. В этом году в ней начинают реставрационные работы. Мы убеждены в том, что слоны, как один из символов Старой Самары, должны быть максимально востребованы. Это то, что называется брендирование нашего города. В этом году мы установим памятник Константину Головкину. Определились сегодня, что скорее всего это будет на Ленинградской улице. Соорудить слоников из подручных материалов смогут и самарцы. Тематические площадки, посвященные купцу Головкину, откроют на ежегодном фестивале «Волга-фест», лейтмотивом которого в этом году будет движение навстречу. На Самарскую набережную приедут гости из Поволжья. Основной площадкой станет пляж. Вернут и полюбившихся горожанам желтых слонов, которых в этом году можно будет раскрасить в любимые оттенки. «Волга-фест славится такими классными, продуманными семейными активностями, где можно поучаствовать по разным направлениям в каких-то мастер-классах, что-то сделать. Мне кажется, что это может быть одной из ярких площадок. Это будет некое пространство, где можно будет прожить некоторые виды жизни и активности, которыми занимался Головкин». Помимо этого, к юбилею купца в городе планируют ряд событий. Выставку его картин представят в художественном музее. Запланированы также велопробег и регата. Есть идея ввести областную медаль имени купца Головкина за развитие науки и культуры региона. Общественники надеются вручить их в день юбилея Константина Головкина в конце декабря в здании фабрики «Кухни», где должен открыться самарский филиал Третьяковской галереи. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Он всю жизнь посвятил ракетно-космической отрасли. Почти 50 лет проработал на заводе «Прогресс». От Вячеслава Вершегорова зависели бесперебойные поставки запчастей для самарских ракет. Сегодня он стал героем проекта «Космические старты Самары», организованного региональной общественной палатой. Подробности в нашем сюжете. Вячеслав Вершегоров говорит, для него одинаково близки проблемы как железнодорожной, так и ракетно-космической отраслей. Его отец работал на железной дороге, поэтому до армии Вячеслав трудился вместе с ним на станции «Безымянка». А когда пошел отдавать долг родине, работал машинистом тепловоза на станции, где находилась ракетно-космическая база. Я впервые увидел, как осуществляется выгрузка ракеты-носителей ее составных частей. И узнал, что оказывается они из моего родного города приходят, из Куйбышева. Поэтому по окончании службы у меня появилось желание продолжить дальше работу в космической отрасли. Я поступил на завод «Прогресс». В те годы «Прогресс» был секретным предприятием, на котором собирали ракеты, а комплектующие к ним производили в разных городах страны. Вячеслав Михайлович руководил службой снабжения, и его задачей было обеспечить бесперебойные поставки деталей, а затем своевременно доставить ракетоносители на космодром. Важно доставить тот груз, который грузился на заводе, доставить до космодрома «Бэконом». Чтобы в целости, сохранности, чтобы была проверена схема погрузки, чтобы он в установленное время и установленные сроки. В моем представлении усматривается прямая связь транспортных средств. Это железная дорога, это самолеты, авиация, это космические средства. На заводе «Прогресс» Вячеслав Фершигоров проработал 48 лет. За эти годы внес неоценимый вклад в освоение космоса. Узнать о таких героях теперь помогает проект «Космические старты Самары», организованный общественной палатой Самарской области. Героями проекта станут 12 ветеранов ракетно-космической отрасли. Ролики будут выложены в сеть интернет. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Василий Калдашов. События. В Самаре состоялся четвертый фестиваль «Друг человека». В нем приняли участие крупнейшие приюты города для животных. Они представили самарцам своих питомцев – собак, кошек и даже кроликов, которые нуждаются в тепле и заботе. На выставке побывала глава Самары Елена Лапушкина. Все подробности в нашем сюжете. Волонтеры называют 10-месячную Глашу кошка-домовенок. Ее подкинули к воротам приюта, но она приучена к лотку, обработанная и стерилизована. Глаша, как и сотни других сородичей, оказалась на фестивале «Друг человека» и мечтает обрести новый дом. Большинство этих животных когда-то жили в семьях, но по разным обстоятельствам остались на улице. Забрать питомцев можно совершенно бесплатно. Конечно, в условиях приюта таким кошкам тяжело, потому что они привыкли, что у них есть хозяин, который холит, левеет. А жить в котодоме, где проживает больше 40 кошек, для них тяжело. И вот такая выставка всегда шанс очень большой, например, пристроить, потому что они адаптивны уже к дому, знают все. На фестивале побывала глава Самары Елена Лапушкина. Она поблагодарила волонтеров, которые помогают животным обрести новую семью, а также всех, кто поддерживает такую благородную инициативу. Здесь работают замечательные люди с большим сердцем, очень добрые, которые занимаются тем, чтобы пристраивать добрые люди вот таких замечательных животных. Собак, кошек, даже кроликов. Поэтому призываю всех, дорогие самарцы, посетить эту выставку и выбрать себе любимого, красивого питомца, который будет с вами долгие-долгие годы. Фестиваль-выставка проходит ежегодно. Это уже четвертое крупное мероприятие, которое организовали в выставочном центре Октябрьского района. Это очень значимо для приютов, потому что они могут объединить свои усилия и показать людям, какую большую работу они проводят. И это очень значимо для наших детей, потому что люди, которые приходят сюда с детьми, они с маленького возраста учат ребят правильному обращению с животными, они учат их заботе, они учат их ответственности. Фестиваль объединил все крупнейшие приюты города, в том числе муниципальные, а также участников волонтерских организаций. За два дня самарцы увидели около 200 кошек и 100 собак, и каждый десятый питомец уехал в новый дом. Сегодня есть много людей, много гостей, и почетных гостей нашего города, в том числе, что очень приятно. Поэтому эта выставка важна не только потому, что животные отсюда уезжают в семьи, она объединяет людей. Здесь еще и такая коллаборация организаций, которые могут быть друг другу полезными, знакомиться здесь и придумать вместе что-то новое. Владимира Семенова с супругой год назад судьба свела с волонтерами одного из приютов города. Пришлось вместе спасать щенка. Теперь Владимир вместе с семьей помогает приютам, не может пройти мимо чужой беды. Собачка прибилась к нам, прижилась, а потом принесла нам щенят. Мы их вырастили и отдали по рукам, как бы хозяевам. Но одного щенка пришлось забрать, потому что его довели до такого состояния, это было кожа и кости. Сационар помогает. Берегите животных. Все-таки это ваши друзья, это ваши помощники, это животные, которые вас все-таки криют и не дают вашим сердцам зачерстветь. За четыре фестиваля семью обрели около 400 бездомных животных. Самарцы, которые не смогли попасть на выставку, всегда могут познакомиться с питомцами в приютах, напоминают волонтеры. Все животные там привиты, обработаны, стерилизованы. Добровольцы проконсультируют по всем возникающим вопросам. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. В России идет масленичная неделя. Проводы зимы с блинами и хороводами в эти дни проходят в разных районах Самары. Гольфия Сафина присоединилась к праздничному хороводу в парке «Мира», расположенном на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова. От 8 марта до Великого поста. Масленичная неделя уже наступила и во всех районах города проходят проводы русской зимы. В Октябрьском сегодня на территории парка «Мира». Мы 4 дня будем отмечать на разных площадках. К сожалению, сейчас из-за условий эпидемических, которые у нас сложились, мы вынуждены делать не такие масштабные мероприятия, как раньше. Но, тем не менее, это народный праздник, праздник проводов зимы. Таким образом, мы пытаемся притянуть лето, солнце в наш город. Менее массовые, по требованию Роспотребнадзора, но не менее веселые и задорные. Праздничные забавы будут проходить как в парках и скверах, так и во дворах, так сказать, с доставкой на дом. Развлекательную программу подготовили волонтеры и депутаты райсовета, а предприниматели организовали бесплатные угощения. Наш коллектив на пекате блины, и мы угощаем всех. Мне кажется, это не такие большие расходы, как доставляешь радость людям. И я думаю, что это доставляющая себе радость этим, что люди радуются, веселятся. Это же весна. Мы вот пришли со старшим ребенком в вашей садике, мы сюда пришли на веселье. И очень интересно, весело, ребенок радуется. Просто, да, подошла посмотреть. Очень хорошо, молодцы, организовали очень. Я думаю, что дети будут очень довольны, да и взрослые тоже. Эх, гуляй, честной народ, масленка идет с пирогами и блинами. Весну за руку ведет. Побежали, побежали. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События. В связи с проведением Масленицы в Самаре временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. Так, в воскресенье, 14 марта, с 8 утра до 8 вечера будет ограничено движение по улице Чапаевской на участке от Вилоновской до Красноармейской. По улице Шостаковича на участке от Чапаевской до Фрунзе. Также с 8 вечера субботы, 13 марта до 8 вечера воскресенья на этих улицах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Движение автобусов номер 24, 92 и 297 в воскресенье организуют по временной схеме. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok